В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. По самым современным стандартам в амбулатории поселка Володарского полным ходом идет капитальный ремонт. Согласно проекту Московской области «Наша поликлиника» все медицинские учреждения по Московской области должны быть приведены к единому стандарту. Проверить свои знания по жилищно-коммунальному хозяйству можно было на диктанте ЖКХ. Данную акцию поддерживает активное Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также некоммерческое партнерство ЖКХ «Контроль». Видновские школьники посмотрели спектакль «Горе от ума» в интерпретации Московского молодежного театра Вячеслава Списивцева. Мы привезли сегодня не просто красоту, мы ее будем творить вместе с залом. В амбулатории поселка Володарского в разгаре капитальный ремонт. Уже скоро медицинское учреждение станет отвечать современным стандартам, приобретет комфортный вид. О переменах узнаем у Юлии Пагасьян. К этой амбулатории в поселке Володарского прикреплено более 11 тысяч человек. Ежедневно ее посещают десятки пациентов. Помещение давно нуждалось в ремонте. По распоряжению главного врача видно в Скорайонной клинической больнице. В январе здесь началась реконструкция. Согласно проекту Московской области «Наша поликлиника», все медицинские учреждения по Московской области должны быть приведены к единому стандарту. Это включает в себя навигацию, устранение неполадок в амбулатории, приведение всех поликлиник к стандарту медицинских организаций для создания комфортных условий для приема пациентов и работы врачей. На сегодняшний день работы выполнены на 70%. Заменено напольное покрытие. В зависимости от типа помещения положили плитку или линолем. Покрашены стены, отремонтирован потолок. Закуплена новая мебель. Теперь вся амбулатория будет в единой бело-синей гамме. Все чисто, аккуратно, ново. Налажен кабинет забора крови. К кабинете теперь у нас расписание открыто каждый день. Пациенты приходят по записи, по времени. Они пришли, приняли, ушли. Нет очередей, ничего, все комфортно. Забор крови тоже проводится методом вакуумного забора крови. Тоже очень удобно, сколько много мы просили. И наконец у нас теперь есть возможность так работать. Также в амбулатории принимают выездные бригады узкопрофильных специалистов. С недавних пор записаться к любому врачу можно через инфомат. Это значительно облегчает посещение медицинского учреждения. Надеюсь, что амбулатория после этих косметических мероприятий все-таки станет светлее, доступнее, комфортнее и безопаснее. Жителям однозначно приятно, когда к их учреждению, которое ежедневно пользуется огромной популярностью, пользуется вниманием у вышестоящего руководства. Так что уверен, что эти работы в любом случае благоприятно скажутся на нашем населении. Амбулатория в поселке Володарского работает ежедневно с 8 утра и до 6 вечера. Воскресенье – выходной. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно. Все о здоровье сердечно-сосудистой системы. Во взрослой поликлинике прошла лекция врача-кардиолога Мурада Таибова. В роли учениц – участницы местного отделения Союза женщин России. Это стало возможно в рамках проекта «Линия жизни». Мы придумали такой проект. Мы – это именно местное отделение Союза женщин России. Что мы будем совместно с нашей клинической больницей осуществлять проект под названием «Линия здоровья». Вот в течение года будут проведены ряд встреч с ведущими специалистами. На встрече, которая продолжалась более полутора часов, врач подробно рассказал о грозном диагнозе гипертония, о новшествах в его лечении и профилактике, и еще раз напомнил о том, как важно вести здоровый образ жизни. Основных рекомендаций всего четыре. Главное – их соблюдать. На первом месте правильное питание, разумеется, отказ от алкоголя и курения, минимизация стресса и движение. Побольше движения. «Малоподвижный образ жизни – это друг современного общества, сидение перед телевизором, но здесь так же. То есть вот как курение сказывается практически на всех системах, то же самое малоподвижный образ, то есть не работает ничего. То есть застой, скажем, совсем если базар на крови, набор веса, плохая трофика и так далее». Врач отметил, что при появлении таких симптомов, как головные боли в ранние утренние часы, кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма, ухудшение зрения и звон в ушах, надо не затягивая обратиться к врачу. И, конечно, для гипертоника жизненно важно правильно и вовремя измерять давление. «Мы узнали новое, очень понравилась лекция, была полезной, узнали про правильное питание для здоровья. Обязательно буду следовать всем советам врача». «Очень много женщин подвержены гипертонии, и поэтому нужно всегда знать, во всяком случае, чтобы вовремя обратиться к врачу, предотвратить какие-то последствия, которые беспокоят. И это самое главное, я считаю». «У нас на постоянной основе существует несколько школ. Мы регулярно… Это школа сахарного диабета. Совсем недавно открылись еще школа кардиологии и школа остеопороза. Туда приглашаются пациенты для вторичной профилактики, то есть это пациенты, которые уже имеют хроническое заболевание. Мы отвечаем на все интересующие их вопросы, мы вместе проводим тестирование». Посетить подобные встречи может каждый желающий. Все вопросы – к вашему терапевту. Проверить свои знания в области управления многоквартирными домами могут все желающие в рамках проекта «Единой России», который называется «Диктант ЖКХ». Слово Дмитрию Книги. В Видновской гимназии прошла просветительская акция, инициированная партией «Единая Россия» под названием «Диктант ЖКХ». Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства могли проверить и улучшить свои знания, ответив на вопросы теста, состоящего из 30 пунктов. «Данную акцию поддерживает активное Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также некоммерческое партнерство ЖКХ «Контроль». Наша партийная организация, возглавляемая главой Ленинского городского округа Алексеем Петровичем Спасским, как секретарем, также получила вот такую задачу – провести эту акцию на территории Ленинского городского округа». На решение теста отведено 30 минут. Кроме тех, для кого тема ЖКХ связана с профессиональной деятельностью, в акции приняли участие эксперты данной сферы, муниципальные депутаты, сотрудники администрации и активные жители. «Прежде всего, эта акция направлена для жителей, для того, чтобы уверенно взаимодействовать с управляющими компаниями, понимать, кто является ответственным за повседневные срывы, допустим, в подаче тепла и электроэнергии, как улучшить работу управляющей компании, как проводить общие собрания, ну и многие-многие бытовые вопросы». Диктант считается решенным, если ответить правильно минимум на 25 вопросов из 30. В случае успеха участник получит электронный сертификат, подтверждающий знания в области ЖКХ. «Много вопросов, я так сейчас только пролистала. Думаю, что здесь все, общий комплекс работы, управляющие компании, работы жителей самих, предоставление коммунальных услуг, работы органов местного самоуправления, ну и, соответственно, там и федеральных служб в том числе». Акция продлится до 14 апреля. В течение этого времени любой желающий может пройти онлайн-тестирование на сайте школы ЖКХ. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошел творческий вечер поэтессы Ларисы Прошкивской. Встреча получила название «Мелодия на струне соль» по одноименному сборнику стихов автора. «Время рождения фуг, зорь открывается шлюз, север сливая и юг, в многоголосие союз». Лауреат российских и международных литературных премий Лариса Прошкивская приехала в «Видное», чтобы познакомить со своими произведениями всех неравнодушных к поэзии жителей округа. Автор пяти книг признается, что хорошо знакома с нашим городом, но выступает тут впервые. «Писать, наверное, я начала очень рано. Другой вопрос, как я относилась к тому, что я пишу. Относилась я к этому очень плохо и считала, что я писать не умею. Мне очень помог мой отец, он профессиональный журналист, и он в свое время мне сказал, что обратитесь к Валентину Расовичу Белецкому. И Валентин Расович Белецкий, его друг, филолог и тоже журналист, он мне очень сильно помог в том плане, что я осмелела, обнаглела и стала писать». Своё стихотворение Лариса читала под аккомпанемент пианистки Натальи Терёхиной. «Я знаю Ларису давно, а пианистка – это моя дочь, поэтому я здесь не случайно. И очень оттаяла душой, я сижу с внучкой, целыми днями занята, и поэтому сейчас я получу огромное удовольствие, удовлетворение, и насладилась и нашей русской природой, и нашими русскими талантами». Благодаря музыкальному сопровождению зрители смогли насладиться не только красотой художественного слова, но и произведениями великих русских композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. «Ну, мне музыка понравилась, а стихи вот я вот плавала, летала». «Живое поэтическое слово, сопровоздаемое музыкой, как это было от веку, от античности, муза, арфа, оно вместе в соединении производит такое же сильное впечатление, как и все современные виды искусства». Идея организовать концерт Ларисы Прошкивской в историко-культурном центре принадлежит методисту Наталье Замариной. После посещения презентации книги Наталья Феликсовна решила пригласить поэтессу «Видне», и Лариса с радостью согласилась. «Такой большой праздник, что мы даже этого не можем осознать до конца, насколько это здорово, что все это состоялось, и я очень надеюсь, что, может быть, это будет иметь какое-то продолжение для нас». В дальнейшем историко-культурный центр планирует продолжать сотрудничество с Ларисой Прошкивской. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Театральные дни в Видном в рамках областного культурного проекта «Пушкин везет» ученики девятых классов смогли увидеть спектакль «Горе от ума» по одноименной пьесе Александра Грибоедова в интерпретации Московского молодежного театра Вячеслава Списивцева. К школьникам присоединилась и наша съемочная группа. Бытует мнение, что современные школьники совершенно равнодушны к театру и классикам русской литературы. Но, глядя на то, какой аншлаг собрал показ спектакля по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», в кинотеатре «Искра в Видном» в это верится с трудом. Впрочем, когда за постановку пьесы берется народный артист России Вячеслав Списивцев, его московский молодежный театр по-другому и быть не может. Если дети не начинают, а мы у нас в садном школьнике, если они не начинают изучать Толстого, Пушкина и Грибоедова, то они, в общем-то, не воспитываются. Мы привезли сегодня не просто красоту, мы ее будем творить вместе с залом. Эту красоту, которая спасет мир. Я уверен, что ничто так не спасет мир, как красота и любовь. Спектакль был показан в рамках областного образовательного проекта «Пушкин везет». На протяжении двух дней, 27 и 28 февраля, его смогли посетить более 500 учащихся девятых классов видновских школ. В своей постановке режиссер Вячеслав Списивцев сохранил первоначальное, всем нам хорошо известное содержание «Горе от ума». При этом пьеса обрела новые, современные звучания и форму. «Чтобы иметь детей, кому ума?» «Ума и ума». «Театр просто с хорошим спектаклем, этого мало уже. Мы должны привести спектакль, в котором должен участвовать зритель. Он должен быть созидателем, он должен быть творцом. Когда он творец, тогда он и воспринимает и Грибоедова, и Толстого, и Пушкина». И зрители с удовольствием и готовностью участвовали в театральном действии, напоминающем то легкий водевиль, то серьезную драму, то классическую комедию нравов. Безучастным никто не остался. «Мне очень понравилась пьеса. Актеры сыграли очень круто. И они прям как будто на самом деле были героями этой комедии. Плюс еще мне очень понравилось то, что в сценарий включили юмор. Распектатель сам по себе был очень музыкальным. Креатива добавила то, что актеры взаимодействовали с зрителями. И что это очень познавательно для учеников, чтобы больше раскрыть нашу русскую литературу». «Плюс в том, что артисты обращаются к зрителям. Это тоже очень важно. Хочу сказать огромное спасибо всем артистам, которые нам показывали этот спектакль». «Главное, что она сделана в современной форме и практически их сверстниками. Это молодежный театр. То есть ребята те, которые занимаются этим как хобби. Они практически не зарабатывают на этом никаких денег. Это история на общественных началах. И может быть впоследствии для многих это откроет путь к творчеству». Проект для школьников и молодежи Пушкин везет. Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Минобразованием реализует с конца 2022 года. В его рамках юноши и девушки могут совершенно бесплатно посещать спектакли по произведениям русских классиков в постановке именитых театров России. Для этого необходима лишь Пушкинская карта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok